Эммануэль, Бог с нами. Доброе утро. Давайте откроем послание Ефесянам. Вы прочтите 3 главу с 1 стиха и до конца. А нашим основным стихом будет 14. 14. Для сего преклоняю колени Мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Это об имени Иисуса. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Об этом внутреннем человеке мы поговорим сегодня. Как это важно. Вы можете делать все, что делал Христос, только в своем внутреннем человеке. Верою вселиться Христу в сердца ваши. Он обитает в нашем сердце через веру. Через веру – это значит во внутреннем человеке. Мы говорим о Библии, о книге, которая читает нас, когда мы читаем ее. Вы понимаете меня? Пока я читаю Библию, она читает меня. В этом отличие Библии от других книг. Вы наверняка не знаете разницу между Библией и другими книгами. Разница в том, что эта книга читает нас, когда мы читаем ее. Других таких книг нет. Такая необычная книга требует необычного чтения. Вот где находится наша проблема. Церковь, кто мне может сказать, как вы читаете Библию? Сначала я становлюсь на колени и молюсь, благодаря Бога за то, что дал мне этот день, за то, что пробудил меня этим утром, исполнив своей радостью, счастьем и благодатью. Потом я беру Библию и всегда начинаю с Псалма 51. Расскажите, как вы молитесь? По пробуждении я благодарю Его за то, что Он разбудил меня. А что вы ожидаете, когда вы молитесь? Я ожидаю, что Бог даст мне достаточно благодати на этот день. Хорошо. Вы говорите о своем понимании молитвы. Спасибо, сестра. Присаживайтесь. Молитва – это двухсторонний разговор. Вы говорите ему, а затем слушаете его голос. Вы не можете только делать, чтобы повторять разные просьбы. Вы также должны слушать его. Вы не можете говорить только сами. Это двухсторонний разговор. Вот, мадам, встаньте. Говорите со мной, не прерываясь. Доброе утро, пророк. Как поживаете? Я надеюсь, у вас все хорошо. Я надеюсь, что вы молитесь за нас всегда. Мы благодарим и мы признательны за все, что вы делаете для нас. Что вы чувствуете, когда вы говорите «одна», а я не отвечаю? Такое ощущение, что вы не слушаете или не слышите меня. Спасибо, мадам. Спасибо. Кто-нибудь может еще? Хорошо. Говорите мне все, что хотите сказать. Здравствуйте, пророк. Я очень счастлив встретиться с вами сегодня. Мне всегда приятно видеть вас. Что вы чувствуете, продолжая говорить один? Вы поздоровались, а я не ответил. Это довольно смущает, когда тебе не отвечают. Что же вы тогда продолжаете говорить? Если это смущает, зачем говорить? Или так же по телефону. Вы берете телефон и говорите «Здравствуйте, пророк». Если вы не слышите ничего в ответ, будете ли вы продолжать говорить? Вы же будете говорить сами собою. Наверное, пророк не слышит меня. Связь плохая. Вы будете говорить сами собой, а я буду слушать. Ого, какая плохая связь. Алло, пророк, вы не будете говорить дальше, что хотели. Понимаете, какой жизнью вы живете с Богом? Так вы все живете. Это значит, что вы не знаете Бога, которому служите. Вы даже не знаете Бога, с которым говорите. Начиная с ваших праотцов, то, как вам рассказали о Боге, так вы и служите Богу своих отцов. Как вам по традиции рассказали о Боге, тому вы и следуете. Молитва – это двухсторонний разговор. Вот говорите со мной. Здравствуйте, пророк. О, как поживаете? У меня все хорошо. Я рад слышать это от вас. Я тоже рад слышать вас. Это удовольствие быть здесь. Какие чудесные слова. Вот что такое молитва. Двухсторонний разговор. Это очень обескураживает, когда вы сейчас осознаете, что вы даже не христианин, потому что вы не говорите с Богом. А если вы говорите, что разговариваете с Богом, то вы обманываете сами себя. Это очень большое разочарование. Вы должны согласиться со мной, что вы не христианин, а религиозный человек. Скажи соседу, ты религиозный человек. Религиозный человек – это тот, кто верит в односторонний разговор. Он не верит, что бывает такой двухсторонний разговор, потому что для такого двухстороннего разговора нужен Дух Святой. Когда вы говорите «Алло, да, как ты? Ты где?» Для этого нужен Дух Святой. Теперь, когда вы это записали, вам нужно работать над этим, выяснив, что с вами не так, что с вами происходит. Вы говорите, что вы христианин, но посмотри, что человек Божий сказал. Это очень смущает вас, как христианина. Запишите, что вам нужно делать, что происходит. Подумайте, что вы делали неправильно раньше, и что вам нужно исправить. Двухсторонний разговор. Скажи это соседу. Вы говорите с ним, а затем вы слушаете его. Вы говорите ему, а затем вы слушаете, что он скажет. Это диалог. Вот что такое молитва. Никто не может встать и сказать, что его молитвой является такой диалог. Моя молитва – это двухсторонний разговор. Никто не может встать и сказать это. Ни один. Вы только говорите и говорите. А когда устанете, вы говорите «Аминь». Ну, или когда кто-то постучится в дверь, вы тогда говорите «Во имя Иисуса Аминь». Это значит, закончили. Видите, где берет начало наша проблема? Почему у вас не может быть двухстороннего разговора? Когда вы что-то имеете против своего брата или кого-либо, и вы читаете Библию, вы просто читаете литературу. Если вы храните негатив против кого бы то ни было, у вас нет оправдания, правы вы или нет. Когда вы храните негатив против кого бы то ни было, и вы читаете Библию, вы просто читаете историю, литературу, но не Библию. Правы вы или нет, у вас, как у христианина, нет права хранить обиду. Вы будете читать просто историю, биографию. Литература – это письмо. Описание, Библия – это письмо, вдохновленное Духом Божьим. Вот в чем разница. Разница между литературой и писанием в том, что одно вдохновлено Духом Божьим, а другое является просто письмом. А то, что вдохновлено Духом Бога, мнение Библии или Писания изошло от Бога и выражено через язык людей. Мысли Библии, т.е. мысли Писания исходят от Духа Божьего, а выражены через человеческий язык. Люди, говоря их, были движимы Духом Бога. Поэтому, если вы хотите это читать, у вас должен быть свободный Дух, чтобы читать эту Библию, потому что эта книга была вдохновлена Духом Бога. Дух Божий не будет ни с кем делить место. Он хочет быть владельцем, а не арендатором. Он не хочет делить место с кем-то еще. Он хочет владеть всем помещением. Он очень большой ревнитель. В нашем доме бывают арендаторы, но с ним не так. Он хочет быть владельцем. Он хочет находиться там один. Он не может делить помещение с кем-то еще. Вот почему ваш Дух должен быть свободен, чтобы читать Библию. Если ваш Дух не свободен, то не удивляйтесь тому, что читаемое вами кажется вам нереальным, что для вас это литература или разные истории. Знаете, что я подразумеваю под свободным Духом? Это Дух, который простил и забыл о прошлом, о боли прошлого. Чтобы вы были в состоянии принять Слово Божье и сделать его частью вас, у вас должен быть свободный Дух, чтобы читать. В противном случае вы просто запоминаете Слово, помещая его в память. Оно никогда не станет неотъемлемой частью вас, живущей вас и главенствующей вашей жизни. Слово никогда не сможет главенствовать в вашей жизни, если ваш Дух не свободен. Вы, конечно же, можете читать Библию с несвободным Духом, но тогда вы будете просто помещать Слово в память. Мы помещаем Слово в память и думаем, что мы христиане. Помещать Библию в память – это значит читать ее для того, чтобы проповедовать и учить по ней. вы не сможете поместить Слово в память и жить в этом Слове. Мы не сможем созидать себя духовно на философии. Мы не можем созидаться духовно на основании теории о Слове, на историях этого Слова. Это невозможно. Мы можем быть духовными, только живя в Слове и через Слово, живущее в нас. Иначе тогда каждый бы имеющий богословское образование был бы духовным. Когда вы сможете поместить Слово в сердце, оно станет его природой, изменяющей вас. Если вы говорите, что читаете Библию, что у вас есть библейские знания, вы можете проповедовать, но вы никак не меняетесь, это значит, что вы не поместили это Слово в сердце, а только в память. Вы просто запоминаете Слово. У вас есть знания. Вы знаете Слово. Вы можете проповедовать, учить Слово. Сегодня в мире множество людей проповедуют Слово. Сегодня много сильных учителей и проповедников Слова. Когда они проповедуют, то говорят, будто небеса становятся ближе. Но это еще не значит, что Слово является частью их или что они поместили Слово в свое сердце. Когда вы помещаете Слово в свое сердце, оно становится его природой, изменяющей вас. Оно имеет очищающую силу. Если вы примете Слово в свое сердце и поистине сделаете его частью себя, тогда оно будет обладать очищающей силой. Оно обладает преобразующей силой. Оно обладает исцеляющей силой. Это пища для нашей души. Это направление для наших стоп. Оно хранит нас от греха и ошибок. Оно радует наше сердце. Если вы примете Слово в сердце и поистине сделаете его частью вас самих, тогда оно будет обладать исцеляющей силой. А не тогда, когда вы просто откроете и будете проговаривать Псалом такой-то, вы начнете повторять слова из Библии. «Господь, пастырь мой, я не буду нуждаться». Это не сработает. Действием обладает не написанное тут Слово, а Слово, помещенное в наше сердце. Слово, находящееся в устах верующего. Мы активируем его. Порой, входя в дом, вы видите у многих Библию, помещенную на входе в дом. Большая Библия на входе в дом. Кто-то, закладывая основание дома, кладет туда Библию. Для чего? Разве Библия что-то может сделать? Мы активируем ее. Вот почему любой может пойти в книжный магазин и купить Библию. Вас не будут спрашивать, христианин ли вы, перед тем, как дать вам копию Библии. Каждый может приобрести Библию как литературу, как историю о Божьих генералах. Но вдохновленной она будет только если вы сами вдохновлены. Литература – это просто послание. А Писание, Библия – это послание, вдохновленное Духом Божьим. Это мысли Духа Божьего. Мысли в Библии исходят от Духа Божьего и выражены они человеческим языком. Поэтому, если вы просто начинаете повторять слова отсюда, говоря, «Господь, пастырь мой, я не буду нуждаться», и вы ожидаете, что что-то произойдет, то вы просто повторяете слова, то, что написано, но не вдохновленное. Вы должны быть ведомы Духом, чтобы сделать это. Иначе вы будете просто повторять написанные слова или истории. Это очень грустно, когда вы берете книгу и начинаете учиться, как надо молиться. Вы начинаете что-то говорить. Сработает ли это? С чего мы начали? Молитва – это двухсторонний разговор. Вы говорите с Ним, а потом слушаете. Вы не можете так молиться. «Господь Иисус, исцели меня! Господь Иисус, исцели меня! Исцели!» Он сам должен сказать «Будь исцелен!» Он тоже должен что-то сказать. Он может сказать «Подожди, сейчас не твое время!» «Подожди, ты должен кое-чему научиться!» «Ты должен усвоить один урок!» «Это усилит твое желание по отношению ко мне!» «Это сохранит тебя для меня!» «Не переживай!» «Вам надо услышать слово!» «Но вы не слышите никакого слова!» «Вы просто оканчиваете молитву, говоря «Аминь!»» «Видите, как нам еще много предстоит сделать!» Итак, возвращаясь к тому, с чего мы начали. Мы говорили о двухстороннем разговоре. Как это практиковать? Вы должны слышать Бога, а чтобы Его слышать, вы не должны хранить никакой горечи во время чтения Библии. Когда у вас нет горечи, вы все простили и забыли, как написано «Прости нам, как и мы прощаем». Если, основываясь на этих принципах, вы берете Библию, вот тогда Библия будет говорить с вами. Это книга, которая читает нас, когда мы читаем ее. А вы пока хоть и читаете ее, но она не читает вас. Когда же вы простите тех, кто грешил против вас, и начнете читать ее, тогда она будет читать вас. Это Святой Дух будет делать. Когда Он читает вас, то Бог читает вас. Вы слышите направление от Бога. Когда вы читаете Библию, храня горечь, то вы читаете не Библию, а литературу или историю. Итак, может кто-нибудь ответить, что же нам теперь надо делать? Мы всегда должны иметь прощающее сердце, невзирая на огорчение и на то, какую боль мы чувствуем. У нас нет на это права. Бог не хочет, чтобы мы хранили обиды. Наше сердце должно быть свободно. Тогда мы сможем общаться с Богом. Спасибо. Если мы имеем этот Дух прощения, наше сердце будет свободно. И тогда вы сможете читать Библию. Тогда вы сможете говорить в Его присутствии и поклоняться. Спасибо. Поаплодируйте, мои мамы. Доброе утро. Первое, что надо сделать, прежде чем взять Библию и сидеть с ней вот так, прежде надо сказать, «Боже, я освобождаю каждого, против кого я что-либо имел». Прежде чем взять Библию, я прощаю каждому. И как только вы это сделаете, те, кто имел что-то против вас, Господь сам освободит вас от них. Если кто-то будет иметь что-то против вас, они будут понапрасну тратить на это время. Вот как действует Бог. Он сражается за вас. Он будет стоять за вас и поддерживать. Спасибо, брат. Но скажите нам, вы делали так раньше? Нет. А достаточно ли сделать это однажды? Нет. Это надо делать каждый день. Вы на самом деле имеете в виду то, что говорите? Да. Поаплодируйте Ему. Мы говорили о том, что нельзя хранить недоброжелательность при чтении Библии. Нам нужен свободный дух. Свободный дух – это дух, который может слышать. Свободный дух – это дух, жаждущий и алчущий Слова Божьего. Я хотела бы задать вопрос. У меня есть взаимоотношения с теми, кому они не нужны. Вы говорите, что у вас есть друг или кто-то, кто не хочет вас видеть и просто ненавидит вас без причины. Вам нужно простить, если вы имеете что-либо против них. А Бог, со Своей стороны, будет вести эту битву. Бог использует оружие прощения, чтобы сражаться за вас. Скажи это соседу. Если вы простили всех и каждого, и у вас свободный дух, вы тем самым оставляете эту битву для Бога. Вы увидите, как Бог начнет сражаться за вас. Серафимы Божьи придут в движение. Вы просто простите и наблюдайте. Оставь это Богу. И не переживай. Оставь это Богу. И больше не плачь. Если вы имеете что-то против своего брата, то вы уже огорчили Святого Духа. Я хочу спросить. Вы сказали, что мы должны учиться прощать и не хранить обиды. Но что, если вы простили и сказали, что все в прошлом, и вы стараетесь это отпустить? Но это по-прежнему держит вас. Вы хотите все забыть, но не получается. Как быть в таком случае? Мы прощаем не потому, что хотим, чтобы наш ближний простил нас, но ради вечной жизни. Вечная жизнь. Вечная жизнь. Я хочу жить вечной жизнью. Боже, спаси мою душу. Мы живем правильно не ради нашего ближнего, а ради вечной жизни. Я хочу быть хорошим, чтобы ближние знали меня как хорошего человека. Нет. Вы простили мистера Те, а он ненавидит вас и отказывается прощать вас. Бог нам свидетель. Наш ближний не может быть нашим свидетелем. Если вы простили, и это прощение было от сердца, Бог займется вашим делом. Если кто-то отказывается вас простить и хочет вашей смерти, оставьте это Богу. Оставьте эту битву Богу. Если ваш ближний страстно вас ненавидит, то это будет орудием, которое только приблизит вас к Богу. Если вы простили кого-то, а он хочет вашей смерти, помните, что награда за наше прощение придет не от нашего ближнего, но это вечная жизнь. Вот в чем награда.